Всем добрый день, дорогие друзья! Давайте рассмотрим удивительную фразу Иисуса Христа. Эта фраза нам знакома по синоптическим Евангелиям. Иисус сказал, нет пророка в своем селении. Эту фразу приводит в Евангелии и Марк, и Лука. И вот мы с вами читаем Евангелие от Фомы, здесь мы ее тоже видим. Далее здесь говорит Христос, не лечит врач тех, которые знают его. Фразы достаточно простые для понимания. Мы привыкаем к определенному образу известных нам людей. И мы не подозреваем и не видим, что за этим нам привычным образом что-то еще скрывается. Другое, невидимое нам. То есть мы не допускаем именно, что этот человек может быть еще иной гранью в этом мире. И те люди, с которыми мы общаемся, мы им создали определенную икону, определенных образов в нашем восприятии их. И мы этот образ удерживаем. Вот такое отношение было и к Христу. Ну что он тут нам рассказывает? Мы же знаем, он сын плотника, вот отец его. Кстати, надо сказать, что плотник не совсем корректно переведено, хотя это, в общем-то, многое не меняет в смысле. Если посмотреть в текст греческий, то эта профессия на все руки мастер так ближе к тексту переводит. То есть он умел делать все. И к нему обращались. И он как ремесленник выполняет многие задачи. Вот он, мы его знаем, вот он мастерит нам стул или еще что-то. И что его сын нам может такого ценного рассказать? Вот такой сложившийся подход к тому, кого мы знаем. И то же самое с врачом. Трудно быть объективным к тому, что врач тебе будет говорить, если это твой муж, отец. Это образно. Например, говорит тебе твой близкий, «Хватит пить пиво и давай бегай по утрам». Но вряд ли это нас вразумит. Но если скажет врач, слушай, ты помрешь, если ты не перестанешь пить пиво литрами и не начнешь двигаться, то это нас часто быстро вразумляет, хоть бывает и на короткое время. И говорит на эту фразу Христос, если я скажу вам это наставление от меня, то вы мне ответите, врачу сначала исцели себя сам. В 4 главе от Луки мы читаем, что Иисус возвращается в Назарет, и там он вырос, там его знают. И была суббота, он приходит в Синагогу, читает отрывок Исаии, и относит его к себе. И все окружающие, они знают Иисуса как сына плотника, что мы уже сказали. И хотя некоторые уже наслышаны о его делах, и его жизни, чудесах, проповедях, не хотят верить тому, что он Сын Божий. И дивились, как пишет Лука, словам благодати, исходившим из его уст, и говорили, не Иосиф, это Сын. На что Иисус отвечал, конечно, вы скажете мне присловие. То есть это известная была поговорка. Врач исцели самого себя, а сделай и здесь, в своем Отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме. То есть покажи нам, кто-то есть. Помните, как попросили еще и фарисеи, и вина, манну небесную, как написано в древнем Медрашах, что Моисей, если придет он так, и Моисей спустит манну небесную. Поэтому Христос говорит, я сам есть хлеб, сошедший с небес. Как бы люди говорят ему здесь, сотвори такое чудо, и мы уверуем. Мы часто видим такое наше отношение. То есть пусть он что-то такое сотворит или сделает, тогда мы поверим. Существует определенная предвзятость, и трудно увидеть истинность болезни в таком случае. Доверить доктору свой диагноз, если это доктор твоя жена. Хотя, конечно же, в обычной жизни и муж, и жена, если в семье есть врач, обращаются к нему. Тем не менее, предвзятость таких суждений существует. О глубине познания, о профессионализме, находящейся рядом с нами. Тех людей, которых мы видим в самых интимных моментах. Пока не столкнешься с какими-то незнакомыми качествами, которые в тебе находятся. И с другой стороны, можно сказать так, ты сам себя о ней исцелишь, как говорит Христос. Пока не столкнешься с какими-то своими личными незнакомыми тебе качествами. Пока ты это не поймешь, что они в тебе есть, со светом тебе незнакомым, с чем-то, что больше тебя, или иное, чем ты в тебе самом. Иными словами, пока человек не увидит, что свет этот больше его и лучше него, а не он сам. Или, как мы рассматриваем фразу Христа, это просто твой сосед по деревне. То человек не примет ни пророчество такое, ни исцеление такое. Надо столкнуться с чем-то большим и незнакомым. Должно быть какое-то удивление, расширение границ и расширение понимания. Если мы это воспринимаем, как свет каждого человека около нас, находящегося. То, что в нем есть гораздо больше, чем я просто вижу, и тот образ, который я сложил о нем. Если я это начинаю понимать, то каждый человек делается величайшей ценностью. И слова его, и его обращение к нам. Есть другая сторона этой проблемы, когда мы в ближнем нашем видим только тот образ, который сами нарисовали себе. Очертили его обыденностью и разными простейшими чертами поведения в быту. Другая сторона такова, что человек, который подан нам кем-то, какой-то силой, иерархией, структурой, под неким соусом святости, то тогда мы этому человеку начнем на им приписывать все самое небесное, чуть ли не равное Богу. И не видим в нем такого человека, как и все другие, как Иван Петрович, который может тебе сказать великую фразу, заставляющую тебя задуматься над собственной жизнью. Нет, Иван Петрович не может, что он сосед, гуляет с собакой и пьет пиво по субботам. Вот некий старец, который сидит на Афоне, другое дело. А вот в чужом Отечестве этот пророк непременно есть. У него и борода длинная, загадочный голос. И даже не важно, что если говорить от трезвого рассудка, что он несет всякую чушь. Это, если говорить в секулярном мире, так же относится к представлению человека, что где-то там намазан медом, а вот здесь, конечно, где я сижу, совсем наоборот. Это иная сторона данной проблемы, о которой говорит Христос. Нет пророка в своем Отечестве. А далее эта фраза Мессии перетекает в другое утверждение, которое для нас бывает по восприятию нашему, шокирующим, по нашему когнитивному ощущению, архетипичному восприятию. А фраза эта касается отношений к семье, которое напрямую связано с фразой «нет пророка в своем Отечестве». Когда в семье люди, притираясь друг к другу, создают определенный образ друг друга, они от него не могут отойти. И через вот эту призму своего собственного представления, сложенного с самим человеком о находящемся рядом с ним, невозможно увидеть свет, который есть в этом человеке. Жена, муж, дети, родственники. И когда истинная жена, истинный муж, живя с другим человеком, например, знаем, как были помощницы у художников или жены раввинов и каких-то великих деятелей духовных, они, видя повседневный образ этого человека, всегда оставляют какую-то часть для чудесности этого человека, его таинственности, той части, какая волшебна в нем оставляют ее и для себя. Когда этот образ, который нам привычный, не только вот здесь рядом со мной находится, либо в моей квартире, либо в моем селении, городе, но он еще своей натурой, глубиной своей, любой человек, создание Божие, находится еще и вне этого поселка, и вне этой квартиры, и вне привычного созданного нами образа его. Он есть еще какой-то и неизвестный, и незнакомый. Он больше, чем наш дом, больше, чем это селение, и больше, чем то, как я его вижу. И вот тогда этот человек, врач, пророк, может лечить, может говорить пророчество и творить чудеса. Помните, Христос сказал, по вашему маловерию люди не веровали в Назарете, и Иисус не сотворил никаких чудес. Это именно о том, что мы сейчас с вами сказали. Если в человеческом образе не оставляется его чудесность, то не будет чуда от этого человека. Вы просто не увидите. И понятно, когда Иисус говорит о враче, Он не говорит про лекарства. Здесь идет о духовном отношении. Пример взят врача. Конечно, мы знаем недостатки другого человека, его какие-то пороки, слабости, и это препятствует нам видеть в нем чудесность. Конечно, образ человека, он не волшебный обычного человека. И мы знаем этот образ, что он не волшебный, сидя с ним дома, находясь, или в одном селении. И даже не о недостатках идет речь. Мы просто видим, что человек простой, и речь у него какая-то простая. И нам хочется какого-то чудесного, как нам преподносят иногда в церквях довольно часто, что диагон должен говорить каким-то необычным голосом, как рихонская труба. И вот тогда человек трепещет. И вот эту волшебность, которую ему предлагают, она для него становится особо значимой. Верой. И он начинает верить этому человеку, видя в нем какое-то чудо небесное. Ну, и если мы сделали образ нашего обычного простого человека, который что-то нам хочет рассказать, и мы этот образ уже уложили как кирпичик в строение наших представлений о нем, и уже ничего не видим и не слышим от этого человека, что-то такое для нас познавательное, интересное, важное, таким образом мы ограничиваем этот образ. И это ограничение не позволяет нам принять что-то, что вне этих пределов. Потому мы часто не слышим человека, который пытается нам что-то донести, не видим сути, не видим важности его слов. И эта логия напрямую связана с той, которую мы с вами, друзья, рассматривали в предыдущем видео, о единстве света, какой мы создаем нашим единством в каждом человеке. Мы, объединяясь, несем этот свет людям. Так вот здесь мы уже говорили, что каждая логия перетекает в другую, так и в любом Евангелии. Там нет цитат оторванных. Всегда надо смотреть контекст, причем контекст настолько широк, и он не ограничится не только определенной головой, которая искусственно была разделена после уже поздней времена, и не только Евангелие, и не только Новым Заветом, а всем Писанием. Вот таковы границы, чтобы рассмотреть какую-то, как мы называем ее цитаты, отрывок, чтобы понять ее, вот таковы границы надо расширять на все Писание, на его толкование древние людей, которые не свою мысль истолковывают, а именно Писание истолковывают. Здесь, кстати, надо почувствовать разницу. Так вот, чтобы объединиться в этом божественном свете, как раз святые взятые в удел, надо видеть не Ваню, Петю, Джона, Марью, Ванну и еще кого-либо, а именно свет. Здесь, внимание, начинается другая логия, сказанная Христом, которая вызывает много изумлений. Только тогда, когда мы дадим человеку вот эту возможность иметь чудесное, увидим его свет, и только тогда в домашних наших мы можем увидеть и пророка, и назидателя, и чудотворца, и врача, и целителя. И вот потому, что у домашних часто принцип объединения в семью другой, не по вот этому свету, который мы должны видеть друг другу, а чисто рациональный или какими-то чувственными идеями создается, естественно, семья. Конечно, это любовь. Вот эта кровная, родственная, бытовая связь, на принципах которых построится семья, мешает человеку увидеть свет. У нас складывается определенный образ, стандарт, схема человека, который рядом с нами находится. Так вот эту бытовую, чисто низменную связь надо уметь отключать, класть ее на определенный этаж, скажем, полку, чтобы она не мешала видеть человеке, который рядом с вами, именно человека, несущего Божий свет. То есть, во всяком случае, если свет в нем есть, увидеть этот свет. Потому как образ, который мы сами создаем своему ближнему, за последневность и простоту его, то, что мы видим все о нем, не дает нам возможности понимать, что это чудесное творение Божье. Человек. То есть, как хирург, который делает операцию, нужна некоторая отстраненность от собственного восприятия, что это твой близкий, твой знакомый, уже положенный определенный стандарт. Хирургу бывает трудно работать, чтобы видеть его не просто как своего близкого родственника, но еще и как другой апостаси, как больного. Ну, это такой просто понятный пример. И Иисус Христос говорит, что есть семейственность по другому принципу. Помните, когда ему все время обращали внимание на его мать, он отвечал, «Моя сестра, мой брат, моя мать, те, кто исполняет заповеди мои». Вот это модель семейственности, та, которая дает человеку возможность увидеть в другом человеке свет и объединить свой свет со светом рядом находящегося человека, чтобы вместе следовать Богу. И вот эта рациональная наша обычная бытовая домашность, вот эта лодка, которая разбивается в быт, она мешает вот той домашности, о которой говорит Христос, где объединение людей уже вместе находящихся под светом божественного света, под его горением, если можно так сказать. Потому и говорит Христос эту удивительную для нас фразу «Враги человеку домашние его, если они домашние, только на земном уровне». Вот эта домашность рациональная, земная, суетливая не дает возможности развиваться, расширять горизонты домашности, объединения светом с заповедями Божьими. И только тогда, когда вот такое объединение поднимается к причастности небесному дому, то это будет по-другому звучать, по-другому принципу. И на этом уровне происходит соединение единства, католикос. То, о чем мы все время говорим, то единственное, что говорит «Создам Христос». Объединение общества на твердости веры и не одолеют это объединение людей врата смерти. И далее Христос будет расширять и углублять эту мысль. Город, который построен на вершине горы, не может пасть. То есть, то, что выстроено и фундамент, чего огонь, вот это объединение людей не может пасть. Это та же фраза, что и врата смерти не преодолеют его. Не падет этот город мирскими ограничениями, мирскими границами. Конечно же, Христос говорит не о городе здесь, а о человеке, когда его столица, его сердце подключено к источнику света. Такой человек никогда не падет. И общество таких людей никогда не падет. И все эти перегородки условные, вот этой вот суетливой домашности, рациональной, они падают. Никто не говорит, что они не имеют места быть. Быть всегда необходим. Но не он основа должен быть. Не он фундамент, а фундамент именно вот этот свет. В этом христианская община и состоит. И слово христианская община уже тоже себя дискредитировало искаженным представлением. И вот здесь как раз речь идет не упадет, то есть не отключится от света божественно. Это то, что мы с вами только что говорили. Одно дело спотыкаться, когда Господь покажет тебе препятствия, как его избегать и поднимет тебя. Другое дело падать, то есть отключиться от божественного огня и света, от его истины. Тогда это падение свободное человека. Знаете, как в вакууме ничто тебя не держит. И ты летишь в космос навечно в какую-нибудь черную дыру, во тьму хромешную. Если сказать простым человеческим языком, то город, который стоит на вершине горы, его нельзя заставить играть под чью-то дубку, которой не есть божественный свет и божественная связь. Нельзя заставить одеть какие-то формы и одежды, которые он не хочет, он наделен абсолютной свободой. Друзья, мы только не в том понимании, какое сейчас пытаются навязать в секулярном мире. Это не та свобода, а свобода не одевать маски, мирские маски, перед кем-то прогибаться, кому-то пытаться угодить, что-то такое сделать, чтобы понравиться. Это все остается за оградой этого города. Здесь ни в коем случае не идет речь о нравственности и морали и о тех принципах, которые прописаны в Писании. Свобода от принципов Писания — это рабство греха. И такая свобода быть в Боге на этой вершине, гореть этим огнем, этот город, имеется в виду человека, еще раз скажем, эта свобода не может быть ограничена и забрана никогда. Так вот, эта свобода, которую дает Христос человеку, это и есть выход из рабства, потому что, когда человек находится в грехе, он в рабстве, выход из рабства греха. Итак, такой свободе ничего не может быть примешано лишнего инородного. Такому огню невозможно поставить ограничение какими-то принудительными схемами веры и формой, в какую надо облекать свою веру и свой разговор с Богом. Такому человеку это сделать невозможно. Так вот, такая интересная связь между этими двумя фразами. нет пророка в своем отечестве и враги человека домашние его, то есть самые ближние, то есть если ближний тебе формален, прост, ты видишь все его интимные моменты, то такой человек большим трудом, только с помощью Божьей, может вырваться из этой схемы и видеть вот так человека. Поэтому домашние, которые ассоциируются с простотой банальности, вот он плотник, что с него возьмешь. Это враги. Вот эти отношения и сами люди, конечно, имеются в виду, а вот такие стандартные отношения, которые на принципе бытовой лодке, а не на принципе Божественного огня. Всем радости познания, друзья. Мир душам наши. Да, да, Всевышний. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова